Они говорят о спасении нашей демократии, но это не имеет ничего общего с демократией. Демократия — это обман. Это всего лишь фасад. Всем привет. Здесь судья Андрю Наполитана, который судит о свободе. К нам присоединяется полковник Дуглас Макгрегор. Полковник, всегда рад видеть вас, мой дорогой друг. Спасибо, что уделили нам время. Мы с вами общались в минувшие выходные по поводу последних штрихов, вносимых в российско-иранский, как я понимаю, оборонный пакт, который президент Путин подготовил к подписанию, и который будет ждать подписания президентом России Владимиром Путиным. Не могли бы вы рассказать нам, о чем идет речь в этом соглашении, и какое значение эти соглашения могут иметь в будущем, особенно для Израиля? Ну что же, со стороны России есть соглашение о предоставлении ядерных технологий, чтобы иранцы могли создавать и расширять свой собственный ядерный энергетический потенциал. Я не знаю, в какой степени это также находит свое применение в военных целях, но я бы не удивился, если бы это было не так. Существует целый ряд других областей взаимного сотрудничества, как экономического, так и военного и дипломатического. Но нам нужно помнить о том, что на протяжении многих лет у русских и иранцев были свои разногласия. Это особенно актуально в районе Каспийского моря, где интересы двух стран часто сталкиваются. И, похоже, этот вопрос удалось урегулировать. Таким образом, мы говорим не о прочном альянсе, а о признании того, что у них достаточно общих интересов в экономическом, социальном и культурном плане, чтобы оправдать это. И они осознают, что сталкиваются по большей части с одним и тем же набором противников. И это в основном Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Канада. И что это означает, если вообще что-то означает? О, я думаю, что это облегчает все. То, что мы обсуждали ранее, это маршрут, который проходит от Индийского океана или его части до Аравийского моря на всем протяжении через Кавказ в Россию. Мы говорили о перемещении всего, от природного газа до различных драгоценных металлов, меди или железной руды, различных предметов, даже урана. Это будет своего рода супермагистраль. Саудовская Аравия также инвестирует в это, как и китайцы и другие страны, а также Индия. Так что это часть более масштабной стратегии того, что я бы назвал евразийским континентальным сотрудничеством. И мы будем рассматривать все это как очень угрожающее. Но на самом деле, если говорить от имени людей, живущих в Евразии, то это хорошо. Теперь, что касается связи Ирана с Россией в случае войны, я думаю, что был обмен большим количеством материалов и разведанных. Возможно ли, что это поможет Ирану разработать ядерное оружие, способное нанести разрушительный удар по его противникам? Так вот, поступили сообщения о том, что у иранцев теперь есть ядерная боеголовка. Опять же, это вопрос, который только разведывательное сообщество может абсолютно точно проверить или подтвердить. Но я бы не удивился, если бы этого еще не существовало. Если вы посмотрите на Израиль, у которого есть примерно 300 единиц такого оружия, то увидите, что сейчас он настроен очень воинственно по отношению ко всем в регионе. И вероятность того, что Израиль попытается очень сильно атаковать Хезбалу и вовлечь нас в этот процесс, неизбежно означает столкновение с Ираном. В то же время, конечно, у вас есть Турция, которая сейчас выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС. Путин приложил все усилия, чтобы заверить турецкое государство в своей доброй воле. Он не раз помогал Эрдогану, особенно в борьбе с внутренними врагами. Означает ли это, что если израильтяне предпримут какую-то полномасштабную атаку на Хезбалу, то Иран встанет на их защиту, на защиту Хезбалу? Я думаю, мы должны рассматривать это как вполне реальную возможность. Повторюсь, это всегда было на заднем плане. Мы говорили о том, что произойдет, если вы нападете на Иран. Вы правы. И Россия не может позволить, чтобы Иран был уничтожен. Это просто не в интересах России. А теперь скажите, как далеко простирается эта помощь? Я полагаю, это зависит от того, что решат сделать израильтяне. Но я думаю, мы должны понимать, что прямо сейчас турки и иранцы ведут переговоры и нашли много точек соприкосновения, чего обычно исторически не бывает у этих двух стран. Потому что также ходят слухи о надвигающейся война курдов против турок. И, конечно же, часть курдского восстания субсидируется, финансируется, оснащается и частично управляется Израилем. Курды всегда были союзниками израильтян в их попытках уравновесить своих потенциальных противников. Полковник, я собираюсь показать карту, которую вы прислали нам в прошлый раз. Я полагаю, что благодаря российско-иранскому договору поток товаров по красной линии теперь увеличился. Ну что же, совершенно определенно. Все эти вещи связаны друг с другом. То, что мы наблюдаем, это последовательная стратегия русских по организации Ближнего Востока, Центральной Азии, Индии, Китая, всех этих стран. Вокруг общих экономических интересов, торговых интересов и во все большей степени военных интересов. Я уверен, что Индия сохранит нейтралитет, но это, безусловно, та форма нейтралитета, которая сильно склоняется в сторону России. Так что это прорывной момент. Это кардинальный поворот в истории Евразии. И мы все чаще оказываемся в стороне сейчас, когда саудовцы объявили, что не намерены возобновлять курс нефти доллара, что не сулит ничего хорошего нашим интересам во всем регионе. Так что я не знаю, куда мы отправимся в ближайшее время. В конечном итоге мы будем вынуждены полностью покинуть Ближний Восток. Таким образом мы остаемся в Израиле, при условии, что Израиль не будет поглощен разрушительной войной. Профессор Сакс говорит, что Брикс богаче и имеет больше того, что мы бы назвали воловым внутренним продуктом, чем Большая Семерка. О, да. Ну и еще кое-что, и это, похоже, ускользает от внимания людей, находящихся внутри кольцевой дороги. Я всегда испытываю шок. Они, похоже, не понимают, что Китай, Индия, остальная Юго-Восточная Азия, Япония и это большая часть населения земного шара. И все же мы склонны относиться к этому так, как будто они являются почти захолустьем в более широких рамках американской большой стратегии, если такая вещь существует. Я не знаю, как нам удавалось делать это так долго. Мы всегда относились к Латинской Америке с крайним пренебрежением. Но мы также относимся к Индии почти с таким же крайним пренебрежением. И, конечно же, как вы знаете, я не думаю, что на данный момент у них даже есть посол в Вашингтоне. Я имею в виду, что может быть это и не так, а может быть у них есть посол в Вашингтоне. Это у нас нет посла в Индии. Но долгое время в наших отношениях был какой-то пробел. И вы могли бы подумать, что на данный момент, учитывая экономический и военный рост Индии, вы были бы очень заинтересованы в развитии очень хороших торговых отношений с Индией. Я никак не могу понять людей в Вашингтоне. Как вы думаете, может ли это быть связано с культурой, с идеей американской гегемонии, исключительности и империализма, идеями, которые вы и я сейчас осуждаем? Дело в том, что люди, живущие в Вашингтоне, просто не могут примирить существующий мир с тем, в котором они хотят жить. И в течение последних двадцати с лишним лет мы использовали военную мощь. Мы использовали экономическую мощь, финансовые санкции и финансовые стимулы, чтобы по сути заставить людей подчиняться тому, что мы хотели сделать в их конкретной стране или регионе. И мы больше не в состоянии этого делать. Мы наблюдаем, как усиливаются эти противовесы в виде альянсов, коалиций и экономических соглашений. Это действительно то, что мы наблюдаем прямо сейчас. И, кстати, события развиваются в том же направлении в Южной Америке и большей части Африки. Недавно нас вышвырнули из Центральной Африки. Люди расстроены, потому что теоретически русских пригласили помочь и настоять на своем. Но суть в том, что нас выгоняют не из-за того, что русские что-то сделали, а потому что на нас смотрят как на досадную помеху. Я имею в виду, что президент Филиппин сейчас публично выразил свои сомнения по поводу соглашений, которые были достигнуты с нами на Филиппинах. Потому что они понимают, что есть причины сотрудничать с нами, но в то же время они не хотят, чтобы мы втягивали их в конфронтацию с Китаем. Так что прямо сейчас это глобальное явление. Мы не просто изолированы, но и многое делаем сами для себя. И поэтому они становятся авторитарными глобалистами. Они говорят о спасении нашей демократии, но это не имеет ничего общего с демократией. Демократия – это обман. Это всего лишь фасад. На самом деле это глобальный авторитаризм. Вы называете это военной гегемонией, но я думаю, что это связано с более масштабной денационализацией Соединенных Штатов и открытыми границами. Денационализацией европейских государств и массовой миграцией в Европу с Ближнего Востока и из других стран. Все это представляет собой единое целое. Все это разрушительно. И мир все чаще заявляет, что они этого не хотят.